Здравствуйте! Вы смотрите программу «Правительственная связь» в студии Татьяны Молокова. У нас сегодня в гостях министр образования и молодежной политики Владимир Иванов. Владимир Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу, прежде всего, поздравить наших первоклассников. Их у нас в республике более 13 тысяч, и они первый раз в жизни пойдут в школу. Это такое яркое событие на всю жизнь, запоминающееся. Важное событие и для родителей, поэтому от души всех поздравляю, кто идет первый класс, как говорим. Ну и, конечно, поздравляю всех детишек, школьников. Их 127 тысяч больше растет, кстати, количество детишек в школе. Это тоже хороший показатель. От души поздравляю всех, кто имеет систему образования, отношения. И, конечно же, я рад, что педагогическое общество, общество педагоги готово к новому учебному году. И с праздником всех наступающих! Владимир Николаевич, ну вот вы сразу и задали тему нашей сегодняшней беседы. Это подготовка к новому учебному году. И в этом году День знаний мы будем отмечать 1 сентября. Почему было принято такое решение? Почему выходной день 1 сентября все пойдут на линейку? Ну, периодически приходится 1 сентября на выходные, а тут ничего не сделаешь. Но в любом случае, этот праздник, он исторически уже сложился, 1 сентября День знаний. И лишать родителей, детей этого праздника, конечно, им было бы неразумно. Хотя, с точки зрения логики, казалось бы, с 2 сентября надо начать учебный процесс. Но мы организовали интернет-голосование. Большая часть населения, 70%, проголосовали за 1 сентября. И я думаю, это правильно, потому что у родителей выходной день. Дети вместе с родителями придут в школу. Это будет общий праздник всех. И детишек, и учителей, и родителей. Отпрашиваться с работы. Отпрашиваться не надо. Поэтому, я думаю, 1 сентября мы от души поработаем. Вместе со всеми отметим этот день. Ну, а 7-го вместо него отдохнем. Поэтому здесь я не вижу больших таких проблем и сложностей. Но некоторые вузы готовы праздновать и 2-го, или начинать учебный процесс 2-го сентября. Ну, тут, как бы, они федерально имеют право на это. Поэтому я, конечно же, рад, что большинство проголосовало за 1 сентября. Владимир Николаевич, ну, вот эта вот неделя перед началом учебного года, она, наверное, самая ответственная и у вас, и в школах, и у родителей, которые готовят своих детей к новому учебному году. И в понедельник прошла видеоконференция Дмитрия Медведева с представителями регионов России. В ней участвовала и Чуваша. Давайте сначала посмотрим сюжет, а потом продолжим нашу беседу. Добрый день, уважаемые коллеги, все, кто нас видит и слышит. У нас сегодня в широком составе с участием руководителей регионов или заместителей обсуждение готовности школ к новому учебному году. Буквально через 5 дней 13,5 миллионов молодых россиян сядут за парты. Полтора миллиона из них в первый раз. Чтобы выяснить, какие преграды могут встать перед школьниками на пути к знаниям, глава правительства собрал так называемое селекторное совещание. Выяснилось, что к 1 сентября готовы далеко не все. Чуваши в числе отстающих не числится. Для более чем 300 тысяч школьников республики первый звонок прозвенит вовремя. На подготовку образовательных учреждений региона из бюджетов разных уровней выделили более 2 миллиардов рублей. Мы перед школой поставили задачу, чтобы 15-му числу, но крайний срок 20-му числу подготовить все школы и все учреждения образования к новому учебному году. А я их напомню более тысячи, тысячи шесть, если быть более точным, которые находятся только в системе образования. В принципе, они все сегодня готовы к новому учебному году, подписаны акты. И, соответственно, есть одна школа, которая, лицей Лебедева, помните, наверное, история, которая закрыта на ремонт, она находится сегодня под вопросом реконструкции. И ремонт, в принципе, решается судьба этого лица. Поэтому, исходя из этого, остальные все учреждения образования готовы к началу учебного года. В новом учебном году школу Чувашии продолжат оснащать современными компьютерами, лабораторным оборудованием, спортивным инвентарем и книгами. На это планируют потратить почти 600 миллионов рублей. Кроме того, около 80 миллионов пойдет на то, чтобы дети хорошо питались. На модернизацию школьных столовых. Владимир Николаевич, вот вы в интервью нашему корреспонденту сказали, что в Чувашии 1006 учебных заведений примут школьников в этом году. Какие-то из них есть новые? В этом году строятся новые школы? Построены? Ну, здесь, видимо, во мне сработал ведомственный подход. Не 1006, а 1082, если считать все учреждения образования, которые есть в Министерстве здравоохранения, Министерстве культуры, Министерстве спорта. И 1006 – это только системы образования. Из них 484 школы. И очень приятно, что в этом году 4 новых здания у нас в Альсполике появляются. Это в Канажском районе. Реконструкция сегодня завершается, почти уже завершена. Открываем ближайшее 1 сентября в Урмарском районе, Шихобыловскую школу, наконец-то. Потому что ежегодно здесь были проблемы с приемкой школы, здания ветхой, столетней давности. И поэтому детишки опять получат новые здания. В Баттерском районе срок качественно опять запускаются, готовятся новые здания школы. Поэтому эту традицию ежегодно 3-4 школы республики сдавать. И эту традицию мы сохраняем. И что касается планов, тоже мы наметили планы по дальнейшему развитию сети образовательных учреждений. Прежде всего строительства новых школ. Но это очень важно. Потому что если проблему с нехваткой мест в детских садах республика закрывает, в ближайшее время у нас строятся детские сады, будут строиться еще в Чебоксарах в основном, там такая проблема. Через некоторое время станет проблема со школами. Я вас уверяю. Вы абсолютно правы. Вот это связано с тем, что позитивная динамика в развитии именно демографической ситуации республики. Для нас это очень благоприятная ситуация, когда количество детей в школах увеличивается. Был период, когда детей не хватало и школы закрывались. И слава богу, сегодня эта ситуация выправилась. И вторая смена появляется. В 16 школах республики две смены дети учатся. Это нехорошо, неправильно. Поэтому, конечно же, большая проблема это в городе Чебоксары. Ажиотаж возникает именно в центре. Потому что тут нужно еще одну хорошую школу добротную. В новых районах. В новых районах особенно, да. Вот по улице Голодково есть место отведенное. По Волжске-3 микрорайона есть место уже готовое. По Богданке, как мы и говорим, тоже есть места. То есть вместе с городом мы эту тему сейчас отрабатываем. И здесь, в первую очередь, надо, конечно, строить школы. Только современные, самое главное, чтобы можно было создать соответствующие условия для наших детишек. То есть правительство думает наперед. То есть один шаг сделали, делаем еще два вперед, да? Ну, вообще, системно надо решать все вопросы. Не вот так, кусками тут, кусками там. Просто предоисхищая события, какие могут развиваться через 3-4 года, сегодня решать эти события именно создание условий, благоприятных условий для наших детей. Ну, я надеюсь, все будет строиться вовремя, в срок и качество. Не как с некоторыми детскими садами. Здесь очень много проблем. Почему? Потому что долгие годы же не строили вообще. И строители, с одной стороны, потенциал свой потеряли. Их надо сейчас восстанавливать. А восстанавливать всегда труднее, чем сохранить даже. И, с другой стороны, качество проектных работ очень желает лучшего. Исходя из этого, много возникает сложности при строительстве. Вы знаете, много примеров. И хороших, конечно, где вовремя, качественно вводятся. Можно много примеров хороших привести. Но, к сожалению, есть примеры, которые вы тоже прекрасно знаете. Ну, судят по плохим примерам. Вот говорят, вот не строится, значит, власть плохая. Ну, власть всегда виновата. Власть не надо, она на то и власть, чтобы за все отвечать. И поэтому здесь абсолютно я воспринимаю это нормально, естественно. Потому что народ недоволен, соответственно, это проблема власти. Надо решать. Власть для того и власть существует, чтобы эти проблемы решать. Владимир Николаевич, в этом году, 1 сентября, вступает в силу новый федеральный и республиканский закон об образовании. Вот каковы основные положения этих законов? Давайте об этом поговорим. Ну, вот это историческое тоже событие. Долгие годы ведь спорили и шли к этому закону. Несколько этапов проходили сложных. И, наконец-то, этот закон работает. Другой вопрос. Хороший он, плохой. Но он есть. И при том, он, я считаю, работает позитивно на систему образования. И мы приняли, благодаря федеральному закону, закон Чувашской республики, тоже, я считаю, здесь очень важные, принципиальные вещи есть. Ну, первое, что очень важно, это систему дошкольного образования, финансирование части оплаты, заработной оплаты воспитателей, обеспечение их учебными пособиями, игрушками в том числе, берет республика на себя. Это очень важный момент. Потом, здесь очень важно, что мы закрепили необходимость сохранения малокомплектных школ. Мы четко сказали, какая школа малокомплектная, и она имеет право на ненормативное даже финансирование, чтобы эти школы сохранять. Сегодня для нас принципиально важно, чтобы сельские школы в селах сохранялись. И здесь, конечно же, чтобы были дети, а соответственно, условия, чтобы были созданы. И, говоря о преимуществах этого закона, здесь мне бы хотелось еще подчеркнуть, что этот закон четко регламентирует ответственность всех сторон, всех субъектов воспитательного процесса. Родители, муниципалитеты, уровень республиканской власти четко определено, и полномочия разграничены, и каждый знает, за что отвечает. Наверное, вот эти вещи, они принципиально важны, должны были. Но я высказывал и сейчас говорю, что я не совсем удовлетворен закону в части дополнительного образования, особенно по финансированию, нормативному финансированию. Особенно очень важно это в рамках реализации нового федерального стандарта, программ новых. А здесь без системы дополнительного образования организовать полноценный учебно-воспитательный процесс в школах не представляется. Ну, наверное, будут какие-то изменения, дополнения. Ну да, вот сейчас уже на уровне федерации разрабатываются концепции развития дополнительного образования. И при том уже многое делается в восстановлении развития технического творчества, восстановлении статуса математики, физики, естественно, других предметов. С тем, чтобы наши дети не только хорошо знали гуманитарные предметы, история, общественное знание, это очень принципиально важно, язык, языки тем более. Многоязычие даже мы сегодня и говорим. И очень важно статус не потерять, который у нас хороший был, естественно, математическому образованию. Владимир Николаевич, ну вот некоторые положения этих законов, они на слуху, да. Вот очень много мы об этом говорим. И одно из них – это обеспечение школьников бесплатными учебниками, бесплатными пособиями. Ну это, наверное, вообще очень масштабная работа. Вы сказали 13 тысяч первоклассников. Первоклассников больше, да. Это вот надо каждому 13 тысяч комплектов. А еще сколько у нас старших классов? 127 тысяч. 127 тысяч. Это же у каждого там по 7 минимум. Это огромное количество. Сколько средств на это потрачено, откуда, и действительно ли мы всех обеспечим? Да, говоря о законе, я специально две темы отдельно оставил. Это вы сами уже сказали. Еще даже три темы, прошу прощения. Первая тема – это учебники. Мы, наконец-то, взялись за решение этой проблемы в этом году 100% всех школьников, обеспечиваем учебниками. И на это выделено более 200 миллионов рублей. И вовремя мы это закупили, доставили до школ. Конечно, хотелось бы, чтобы грамотно в школах сейчас вот это все укомплектовали. Каждому ребенку на 1 сентября выручили. И действительно праздник состоялся бы. Вот это первая тема. Вторая тема тоже очень важная. Это связано с обеспечением наших школ пищеблоками. Качественным питанием. То есть замена технологического оборудования. То тему тоже мы решаем. Полностью почти мы считаем, за тему закрыли проблемных школьных автобусов, которые не соответствовали условиям. То есть комплексно решаем. И в законе образования четко регламентировано еще и отношение по изучению чувашского языка, языков других народов, которые проживают на территории Чувашской Республики. Это тоже принципиально важные для Республики моменты. Владимир Николаевич, в этом законе прописано бесплатное образование, я так понимаю. Тем более на сессии Госсовета вы неоднократно пытались объяснить депутатам, что у нас по закону об образовании бесплатное полное среднее образование. В Конституции немножко не так. Почему возникло такое несоответствие? Ну, несоответствие оно возникло исторически. Здесь повлиять на Конституцию достаточно сложно, но, по крайней мере, очень важно, что в законе образования, как российском, так как чувашском, написано бесплатное общее образование, притом всех уровней. Дошкольное, школьное, начальное, основное школьное и старшее звено. И здесь гарантируют полностью финансовое обеспечение закон образования Чувашской Республики и закон образования Российской Федерации. Именно бесплатность школьного образования гарантируется. То есть закон важнее Конституции? Ну, так бы я не сказал, закон как бы расширяет даже больше возможностей, гарантирует нашим родителям бесплатности и деткам нашим бесплатность образования. И здесь еще вторая тема. Мы в законе образования Чувашской Республики закрепили и школьную форму. Вот эту тему тоже надо как бы сказать, как важная значимость. Ну, об этом мы еще поговорим, да. Владимир Николаевич, касаясь платного и бесплатного образования, как мама школьника, очень плотно общаюсь с родителями своих, одноклассников своего ребенка. И очень многие задают, почему мы должны сдавать деньги на рабочие тетради. Вот, я так понимаю, это ведь родительская обязанность сдавать, собирать, покупать какие-то пособия, тетради рабочие, дополнительные учебники. Ну, обеспечить или, точнее, сделать так, чтобы наши школьники получили качественное образование – это ответственность не только школы, естественно, это ответственность всего общества, но прежде всего родителей. И снимать с родителей все нагрузки, всю ответственность за то, что ребенок имел хорошую школьную форму, за то, что он имел хорошие портфели, соответствующие учебные, другие пособия – это, конечно, я считаю, в определенной мере ответственность родителей. И при том, я уже упомянул, что закон, он четко регламентирует ответственность всех сторон субъектов воспитания подрастающего поколения. И рабочие тетради, которые только раз используются, и за них платить деньги, налогоплательщик каждый год не могут и не должны, на мой взгляд. Это ответственность родителей. То есть родители тоже должны принять участие? Естественно, естественно. Это ответственность взаимная, общая. И прежде всего родители по рабочим тетрадям, потому что они используются индивидуально мной лично, допустим, в этом году. Как я его передам в следующем году ученику, если я его исписал полностью, это нелогично. А то, что пособия касается, учебных пособий, которые используются неоднократно, как минимум 4 года мы говорим, Конечно, это обязанность государства, мы над этим тоже будем работать. Владимир Николаевич, по поводу школьной формы. А что у нас есть школы, в которых нет школьной формы? Это свободная форма. Точнее так скажем, у нас были школы, в которых не было школьной формы. У нас все-таки многие школы, больше половины, сохранили традиции и школьной формы не теряли. То есть они имели уже свои школьные формы. Прописанные в уставе школы. Да, естественно, нормативными документами с участием родительской общественности, попечительских советов. Они уже имели школьную форму. И это действительно очень... Они выделялись, лучшую сторону выделялись. И это воспитательный эффект от этого был достаточно неплохой. И в законе не прописаны какие-то жесткие нормы? То есть каждая школа для себя выбирает... Ну, для того и закон, и для того существуют еще подзаконные документы, чтобы у школ была возможность самим проявить творчество, проявить свою индивидуальность, самобытность. И каждая школа должна отличаться чем-то ярким, и не только формой, конечно же, и содержанием деятельности, и своими выпускниками всегда выделяются школы яркими личностями. Поэтому вот школьная форма, она должна подчеркнуть самобытность школы, и, соответственно, надо дать возможность им это сделать. Угу. Что касается школьной формы учеников, поговорили. Теперь будем разговаривать о школьной форме учителей. Появились разговоры о необходимости введения дресс-кода для учителей, да? Как вы к этому относитесь, и будет ли такое в ближайшее время? Ну, я начну с того, что я тоже часто учителям задаю вопрос, нужна ли вам отдельная форма, как раньше, в царские времена, значит, имели, особенно, значит, уровень... Мундиры какие-то были, да, и, соответственно, это как-то дисциплинировалось. Но вводить или не вводить, это, конечно, педагогическое общество и сообщество должны, они должны сказать прежде всего. Но, конечно, ограничения к форме учителя должны быть. Это вот однозначно, я с этим согласен. Это внутреннее ограничение. Ну, имеется в виду, это деловой должен быть стиль, как минимум, деловой стиль, чтобы детки не отвлекались на какие-то элементы. Они же эмоциональны, детки видят то яркое, броское, или, наоборот, выделяющееся из общего фона. Поэтому этого не нужно делать. Я не знаю, я помню, у нас была учительница, которая весь год ходила в одном и том же платье. Мы, как взрослые школьницы, там уже в выпускных классах, мы замечали. И нам не хватало вот какого-то стиля, разнообразия от нашего учителя, с которого мы могли бы брать пример. Ну, вот абсолютно с вами согласен, что наши детки берут пример с наших учителей. И хорошо, что они берут пример не только вот с внешнего вида. Внешний вид для девочек тоже очень важен, я вас понимаю прекрасно. И для мальчиков, кстати, очень важно, какая учительница молодая, тем более, придет в старший класс. И поэтому, когда на них смотрят наши дети, берут пример, и важно, чтобы вкус у учителя был и к внешнему виду. Естественно, он должен быть строгий, подчеркнутый, но в то же самое время сделать костюм приятным для глаза – это как бы функции, в том числе воспитательные функции учителя. А не навязчиво воспитывает это тоже. Красота всегда воспитывает, и воспитывает она подсознательно. Это тоже очень мощный фактор воспитания, во что и как учитель один. Ну, конечно, очень важно, как учитель, каким он является для личности, зависит от того, как он находит отношение, подход к ребенку. Наверное, гораздо важнее и вот эту сторону, внутренний мир, внутреннюю красоту проявить по отношению к детям. Владимир Николаевич, недавно появилась информация о том, что в Чувашии меняется не направление, скажем так, обучения, да, но появляются несколько, некоторые профили обучения, да, это вот естественно научные, физика и математика. Это вот какая-то программа разработана государственная, да, на это, на все? Или как-то вот вы решили просто предлагать школам обучать больше, делать упор больше на технические специальности какие-то? Ну, вот на этот счет долго шла дискуссия в обществе, особенно постперестроечные этапы, переходные этапы тяжелые. И мы сегодня пришли к необходимости и к результату, когда большинство старших классов в наших школах профильные. Это нормальный, естественный процесс, когда у ребенка уже сформировалась склонность, способности уже проявились. И ребенок уже реализует в каких-то профилях, естественно, математических, физико-биологических, химических и так далее. Тут можно разных комбинаций делать, но они большей частью ориентированы на будущую профессию. Это тоже нормально. Это одно. Другое очень важно, чтобы погоня за профилем не потерять смысл предмета. Вот у меня часто задают вопрос, зачем нам в гуманитарных классах математика? У меня сразу возникает вопрос, как такой вопрос вообще может возникнуть? Потому что математика же для развития личности необходимый предмет, чтобы все свои взгляды, мысли даже по полочкам разложить или уметь выстроить логическую, связанную речь даже для гуманитария математика нужна. Поэтому я считаю, все предметы важны. Другое дело, для чего ребенок его использует? Для будущей профессии – это одна ситуация. Для личностного развития, для саморазвития – это другая ситуация. А когда это все совпадает, это наступает гармония и полная реализация личности. Поэтому я думаю, те предметы, которые обязательно есть в учебном плане, они должны быть. Есть три уровня, на которых можно изучать, углубленные уровни, в том числе профильных классов. И у ребенка есть возможность своей способности проявить более на более сложных темах и задачах изучение тех или иных предметов. Поэтому это нормально, и при том это дает хорошие результаты. И мы видим его в результатах ЕГЭ в том числе. Ну и у нас очень востребованы технические сейчас специалисты, я так понимаю, в Чувашии тоже. Ну и когда выпускники таких вот профильных технических классов будут поступать, там тоже есть кое-что приятное для них, будут поступать в ВУЗы. Это вот глава Чувашии премии, я так понимаю, назначать, или стипензии будут назначать. Да, ну вот я бы начал вот эту тему чуть издалека. Поступление в ВУЗы не является самоцелью. Вот нам всем давно пора понять, что по количеству дипломов, которые мы имеем, мы превзошли всех. Наверное, очень важно здесь акцент сделать на профессии, которые ребенок и хочет получить, и должен в будущем заниматься. И эту профессию привязать к кем условиям, которые в республике потребностные, которые есть. Вот электротехнический кластер, мы говорим, сегодня потребность колоссальная в высококвалифицированных рабочих силах. И при том заработная плата достойная. И при том в этом мы не обманем никого, потому что мы говорим, если вот это вы туда пойдете, вы будете обеспечены работой, соответственно, будет у вас достаток в семье, и, соответственно, дети будут обеспечены всем необходимым. Вот это как раз социально-экономическая такая увязка. И от этого, что ребенок выберет, куда пойдет учиться, очень сильно много зависит. И очень важно, я бы, наверное, сегодня рекомендовал, прежде всего, не столько ориентироваться даже на конкретные высшие учебные заведения, а на профессию и пройти профессию через уровень начального, среднего, профессионального образования. Потому что у ребенка еще больше простора открывается, когда он проходит вот эти этапы еще. Владимир Николаевич, а в этом году у нас сколько высокобальников по техническим специальностям в республике, по техническим предметам? Мне приятно доложить, что указ главы Чувашской республики наконец-то начинает работать. В этом году более 70 баллов по математике и физике набрали больше 400 наших выпускников. Это огромный труд учителей, это огромный и хороший результат наших выпускников. И самое приятное, каждый пятый остался в республике. Соответственно, каждый пятый будет получать стипендию по 2000 ежемесячно. Это вот социальная и такая эмоциональная, материальная поддержка. И останется работать в Чувашии. Ну, будем надеяться, что останется работать в Чувашии, потому что мы все-таки ориентируем, вернее, прослеживаем эти пути наших, таких талантливых детей, и об этом думают и предприятия, которые хотят их найти, привлечь себе на работу. Поэтому, я думаю, здесь как раз произойдет совместное встречное движение самого ребенка, предприятия, где он в будущем найдет себе работу. Ну, и мы со стороны Министерства образования будем сопровождать таких детей. Владимир Николаевич, если коснулись темы ЕГЭ, к сожалению, в Чувашии в этом году опять не обошлось без скандалов. Да, вот как прошли расследования, какова судьба? Ну, здесь я бы начал опять-таки издалека, если позволите. Чтобы вот этих скандалов было как можно меньше, мы в этом году установили впервые видеонаблюдение в аудиториях, где проходили, и в коридорах в том числе, где проходили процессы, процедуры принятия или сдачи единого государственного экзамена. Основная цель видеонаблюдения – предотвратить, выбрать с нашими школьниками. Они все равно пытаются это делать, потом страдают на всю жизнь. Вот эти кимы, как мы говорим, контрольный измерительный материал, задания в сети интернет, у ребенка ломается судьба. Ярко, только эмоциональных, трагичных событий, примеров можно сегодня, к сожалению, принести. То есть зачем это надо? Ну, ребята же, они хотят воспользоваться, они об этом тогда не думают. Потом уже, когда осознание приходит, уже поздно. Вот это, в первую очередь, обеспечить наших детей. Второе, очень важно – прозрачность, обеспечить прозрачность и, самое главное, объективность ЕГЭ. И то, что скандалы, шум возник по поводу того, что мы попали в тройку лидеров, из-за того, что у нас очень хорошие результаты оказались по предметам, большинству предметов, которые сдавали наши детки. Ну, мы объяснялись, говорили, и недавно встречались руководителем Рособорнадзора Сергея Сергеевича Красновым, эту тему тоже обсуждали. Здесь все-таки, я считаю, наши дети проявили свои способности в плане подготовки. Кто хорошо готовится к ЕГЭ, ему достаточно где-то как-то увидеть какие-то измерительные материалы похуже, и эти задания они потом во время экзамена решают хорошо. Поэтому вот это, наверное, в первую очередь сказалось. Здесь не то, что они где-то что-то списали, а то, что они хорошо вместе с учителями подготовились. Готовились к экзамену, да. Ну, в любом случае, нам важно вот эту ситуацию еще раз проанализировать. И что мы для этого сделали? Мы все хорошие работы, набравшие высокие баллы, перепроверили еще раз. Кстати, не только уменьшили некоторые работы были и уменьшали баллы, но и некоторые работы мы, наоборот, поднимали. Поднимали, да. Поэтому это говорит о том, что это все в пределах погрешности, субъективного подхода, потому что здесь часть вариантов проверять люди и эксперты, и ошибки какие-то вполне возможны. Но это в пределах одного-двух баллов. Хотя это, конечно, каждый балл играет важную роль при поступлении. Ну да, действительно. Владимир Николаевич, в завершении нашей с вами беседы сегодня не могу не задать вопрос. Будет ли повышение заработной платы вашим подопечным, воспитателям детских садов, учителям? Ну, опять-таки, мне очень приятно в преддверии научимного года сказать, что заработная плата повышается. И если сравнить с 2010 годом, два раза повышалась заработная плата воспитателей детских садов. Это очень хороший результат, мы считаем. 1,8 раз повышалась заработная плата учителей, педагогических работников, общего образования. Ну и, конечно же, повышается заработная плата до 15 тысяч. Мы ставим задачу, она доходит в системе дополнительного образования. Если говорить вообще о перспективах, задача стоит по выполнению указов президента России, чтобы заработная плата в системе общего образования, дополнительного дошкольного образования, была привязана к средней зарплате в экономике Чувашской республики. Ну вот мы ожидаем, что к концу года поставленной задачей справимся, потому что для этого принимается соответствующее решение, находятся ресурсы. Сегодня только что состоялось заседание Кабинета министров, где как раз было принято соответствующее решение по повышению заработной платы с 1 июля. Но на сколько? Июля или октябрь? Ну июля будут перерасчеты сделаны. А, перерасчеты. Но, насколько я понимаю, у нас средняя в Чувашии сейчас 18, да, где-то? Ну, около того, да, средняя зарплата. Но мы к концу года ожидаем чуть больше 19 тысяч по экономике. Поэтому по педагогическим работникам в системе общего образования мы задачу ставим 20 тысяч в среднюю зарплату. Ну, наверное, это хорошая все-таки новость для учителей, потому что работать нужно не только за идею. Ну, я очень горжусь тем, что в системе образования работает большинство людей и за идею в первую очередь, потому что они живут этим. И порой даже о зарплате меньше думают. Особенно я в этом убедился, когда были сложные периоды, и зарплаты долго не платили, но учителя от души всегда работали. Вот это, наверное, самое главное. А то, что зарплаты мы сегодня не столько стимулируем, а сколько говорим спасибо за эту работу и подтверждаем их высокий статус, наверное, это справедливо. Ну, учитель – это отдельная категория людей. Ну, они заслужили это. Это, наверное, действительно порыв души, потому что обычный человек не может работать учителем. Спасибо большое за беседу. Хочется пожелать и вам, и всем учителям нашей республики действительно работать, получать удовольствие от работы. Получается спасибо от учеников. Спасибо за беседу. До свидания. Я напомню, что в программе «Правительственная связь» у нас был разговор с министром образования и молодежной политики Владимиром Ивановым. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова